Всем салют, Redford тут. Ну что, ребятки, мы с вами продолжаем выживать в замечательной игре под названием DZ. Давайте приступать. Приятного просмотра. Сезон девятый, серия шестая. Ну что, наши планы остаются неизменными. Мы с вами отправляемся в северные края, чтобы сделать задание. Смотрите, мы с вами поднялись на гору и нам стало довольно-таки холодно. Еще у нас с вами сейчас нет наморника никакого. Нам нужно найти тряпку и сделать хотя бы маску на лицо, которая крафтится из набора для шитья, из двух что ли тряпок. Хоть какое-то согревание будет взамен нашей балаклавы, которую мы потратили ради квестов, грубо говоря. По пути попытаюсь я, конечно, найти себе еще пожрать, попить. Ну и так, может быть, что-нибудь интересненькое попадется. Вообще же нам нужно еще найти курицу, чтобы добыть крючки, а то у нас с вами посещение-то будет сделано. А вот рыбу на что ловить мы будем, пока что еще особо-то и неизвестно. Да и не клюет она особо. Сами видели, сколько я крючков потратил и сколько рыбы я всего смог поймать. Я тут, короче, пришел на водопой, чтобы попить, чтобы восполнить свою, скажем так, гидрацию. Я имею ввиду в бутылках. Так, это что? Гаечный ключ. А, давайте возьмем, вдруг пригодится. Сейчас нальем все баклажки, которые у меня есть пустые. И попробуем подкрасться коленем. Я не знаю, как здесь настроена охота. Сможем мы это, не сможем сделать. Вдруг они здесь тоже такие тупенькие, грубо говоря. Так что мы сможем с ними законтачить топором. То есть подкрадемся близко к ним. С размаху межрогов, промежрогов, как саданем. И будет у нас с вами теплая парная оленинка. Шкура какая-нибудь ленячая. Рога спилим, повесим у себя потом на базе. Как трофей. Но это, конечно, еще бабка надвое сказала. Потому что без огнестрела я не уверен, что у нас вообще получится под ним подкрасться. Сейчас мы только с вами как следует отопьемся. Давайте сразу всю флягу себе залудим. Чтобы Диман в ближайшее время об этом не думал. Ну, хотя я две кастрюли налил. Я думаю, нам еще долго на водопой не надо будет идти. Давай сразу ее тоже дополним. Тихо, спокойно, хорошо. Недели никакой нет. Зомбари все в другой стороне. Давайте скрафтим себе маску. Я тут здесь нашел шмотку какую-то. Порезал ее и у меня теперь три целых тряпки. Там на самом деле так много всяких крафтов. Это просто жесть. А, прям сразу медицинскую. Нифига себе. Диман, да ты просто швея моторист. Там много крафтов, но я так понимаю, что там крафтятся все это такие нарукавные повязки. Там со всякими медиками, хередиками, значками. Так, ну что, давайте попробуем подкрасться. Я надеюсь, что они издалека-то нас не услышат. Ну да. Охота закончилась. Не начавшись. Только я подумал, чтобы мне зайти в солнечный военный баррак. А там, короче, уже кто-то шарится. Парнишка вон вышел и ходит. Слушайте, блин, даже у него рюкзак есть. Какого хрена у нас с вами шестая серия, а я себе до сих пор рюкзака никакого не нашел, а? Что за непруха такая, а? Ну ладно, значит в солнечный не пойдем. Короче, ребята, я уже березина. На самом деле, если вы планируете, идя по лодкам, найти себе спиннинги, еду, крючки и порыбачить, чтобы отъесться как следует и потом не сдохнуть с голоду, то этот план провальный. Потому что я почти ничего не смог найти, пока ходил по этим лодкам. Я нашел пачку хлопьев, которая была там прям вот на донушке, процентов 10 что ли там было, гнилую грушу и все. То есть лодок-то у нас на самом деле от солнечного до березина было очень много, там их прям вот очень много. Но лута в них вообще никакого нету, ни спиннингов, ни крючков, ни вообще ни хрена ничего, ни червячков, никаких не этих рыбацких принадлежностей я не нашел. Я так понимаю, это сделано, чтобы люди квестами добывали себе удочки, спиннинги все эти. Ну хотя бы крючки с червяками могли бы падать. А то на нулевом навыке рыбалки червяки падают с очень плохим шансом. Можики очень быстро тупятся, руинятся, а червяков как не было, так и нет. Жесть. Не везет прям с рыбалкой нам. Ни с рыбалкой, ни с рыболовными принадлежностями. Я вот что подумал. В само березино я заходить не хочу, потому что город большой, здесь потратишь много времени. И не факт, что что-то получишь, что что-то заработаешь. Потому что, ну, город, грубо говоря, стартовый. Много зомбей, много людей. И что здесь можно поймать, что здесь можно не найти, я на самом деле не хочу проверять. Но обходить его по лесу, это очень большой крюк. Это лишняя трата калорий, и мне оно сейчас ни к чему. Поэтому я, скорее всего, пройду по береговой, скажем так, части березина. Может быть, поднимусь немножко выше, чтобы посмотреть, что у нас есть в вагончиках. Так, здесь в контейнерах пусто. Посмотрю в КПП, посмотрю в контейнерах, которые здесь на берегу расположены. В вагончики. И все, наверное. Вглубь карты там в пожарную часть, в полицейский участок. Я не пойду. Оставим это, грубо говоря, на те случаи, когда, если с нами что-то случится, мы с вами начинать, грубо говоря, с нуля будем. И тогда уже в березино мы с вами полностью полутаемся. Ну, а так, сейчас быстренько по береговой линии пройдемся. Зайдем в КПП. Вдруг мы там сейчас с вами найдем противогаз с фильтрами. Или полный комплект химзы. Я, на самом деле, даже еще не представляю, где их искать. Потому что что-то как-то нам пока что с этой темой не везет. Я даже не знаю, как они на этом сервере выглядят. Не то, что где их искать. То ли вещь настолько редкая. Оп, кстати. Вот у нас и защита морды более-менее теплая. Тут плохое утепление, а там низкое. Низкое это все-таки лучше, чем плохое. И все, да? Ну, ладно, хоть морда нас немножко потеплее чувствует. Давай в КПП противогаз, который будет вообще греть. Пипец как. Ну, тут кепка. Почти противогаз. Чуть-чуть там кое-что чего не хватает. И все. Слушайте, зомби просто охренеть сколько. Вы даже не представляете себе, сколько там за вагонами, за зданиями. Там их ходит человек 20. Я не знаю, почему их так много. Ну, скорее всего, потому что здесь много кепочек стартует. Потому что сервер такой. Это нам с вами вот везет так долго продержаться. А люди так долго здесь не задерживаются. Поэтому, видимо, на новых людей спавнится очень много зомбей. Ну, по-другому я не могу объяснить их количество. Если здесь сейчас выстрел из пистолета с какого-нибудь сделать. Без глушителя. То сюда сбежится такая орава этих сволочей. Что тут бы комплекта целой армии не хватит. Просто смотрите, вот даже вот здесь в контейнерах вроде как ничего такого нету. Но, пожалуйста. Здесь 5-6 зомбарей ходят. А уж в центре города я вообще не представляю сколько. Консервный нож нашел. И платок. О, а вот и наша маска, которую мы с вами порезали. Не зря все-таки я ее тогда изрезал на тряпки. А еще знаете что? Мне кажется, я увидел... Да, это разгрузка. Вот это кайф. Целых 30 слотов. Так, среднее утепление. Среднее утепление. Хорошо. 30 слотов. Кайф. Хоть и нет у Димки рюкзака. Но все же есть ему еще куда складывать лут. И это на самом деле хорошо. С этого корабля я лут получил более ценный и более полезный, чем со всего прибрежного березина вместе взятым. Вот такая вот дилемма. Там, наверное, все слотали. А здесь просто никто не ходит. Никого не было. И мне повезло снять все сливки. Итак, я подозреваю, что мы с вами добрались до первого пункта назначения. Ну, то есть до первого нашего квеста. Это озера, в котором нужно как следует порыбачить. Я вот только не знаю, рыбачить нужно прямо в этом озере или не здесь. Просто я, к сожалению, не смог найти ни одного петуха, ни одной курицы, вообще ни одного животного, чтобы добыть с них косточки. На берегу, ой, этих машинах, в лодках, мне крючки тоже не попались. Поэтому у меня просто-напросто не из чего делать крючки. Нечем добывать рыбу. То есть озеро-то я посетить посетю. Но порыбачить я здесь, к сожалению, не смогу. Опять же, если это озеро. Потому что, может быть, там имеется в виду какое-нибудь другое маленькое. Здесь рядом есть несколько озер. Сейчас нужно быстренько заглянуть в трактир, в сарайчики. И потом уже сходить к озеру и посмотреть, сделалось у нас задание или не сделалось. Ну и также, конечно, не стоит расслаблять булки. Потому что здесь тоже могут быть зомбированные. Хоть здесь и один дом. Но это не отменяет того момента, что даже в одном доме могли быть люди. Даже в таком удаленном. Что у нас тут буквально три сарайчика. И трактир, так, кто-то нас услышал. Сковорода. С лотов она занимает столько же, сколько имеет. Смысла в ней, наверное, нет. Кто где орет. Давайте в домике запремся. Посмотрим, придет он, не придет. Может быть, он в доме орет. Потому что не слышно, чтобы кто-то к нам бежал. Ну, в доме, естественно, ничего же нет. Пиджак женский нужно будет порвать на тряпки. Я пока что не вижу никакого человекообразного существа, которое там ходит на улице. Я тут, знаете, что подумал. Я решил себе сэкономить шесть лотов. Серп мы с вами изорвем. Ну, то есть, затупим на всякие тряпки. И выкинем. А будем пользоваться ножом, который у нас в ботинках лежит. Просто будем его точить. И все. Сразу шесть лотов у нас освободится. Разве это не гениально? По-моему, гениально. А найдем какой-нибудь нож нормальный? Кухонный там или военный? Вообще будет топово. В общем, не пускают меня к тем лодочкам. Хотел я пройти по берегу, но тут где-то... А где он, кстати говоря? А, вон он в кустах сидит. На берегу. Зомбарь. Хотел проверить, вдруг там попадется нам какой-нибудь крючок. И я смогу все-таки порыбачить. Но нет. Зато, в принципе, у нас посетилось озеро. Мне тут нужно найти карп больше, чем 0%. То есть, не обязательно здесь его ловить. Мне нужно просто принести ему 7 карпов. Это намного нам упрощает задачу. То есть, озеро посетили. Порыбачить карпов мы с вами сможем в любом пресном водоеме. Так что, теперь мы с вами отправляемся дальше. Путь у нас лежит в сторону поселка Ольша. Попытаем счастье там. Ну и дальше будем двигаться в сторону скал, Которые у нас идут по второму заданию. Не знаю я на самом деле, что сделать с коврадой. Ну, она, как говорится, каши не просит. Поэтому пусть лежит и не гавкает. Следующий пункт у нас по заданиям это горы выше Светлоярска. Но до этого у нас есть еще пару моментов, Которые нам с вами нужно обязательно посетить и проверить. А вот и Ольша. Небольшой поселок. Кстати говоря, можно будет подняться на гору с вышки и посмотреть на Красностав. Там все-таки... Это самое? Радиационная зона? Может быть там какая-то кастомная военная база? Что-нибудь понастроено? Вообще интересно будет. Но если не забуду, схожу, посмотрю. Если забуду, ничего страшного. Кстати говоря, дойдя от Отмели до Ольши, На самом деле это почти все западное побережье, Наши ботинки всего лишь стали в состоянии поврежденным. На самом деле это хорошо. Прочные тапки. Я думал они прям в нулину сотрутся. Я босиком уже сюда дойду. Но нет. Они всего лишь поврежденные. И это хорошо. Сможем их починить. Просто мне чем они нравятся, у них слот под нож есть. Мы экономим тем самым пару слотов. А если найдем какой-то длинный нож, То будем экономить три слота. Всячески пытаемся экономить, Потому что у нас тупо нету рюкзака. Хотел бы я здесь найти какой-нибудь мешок или рюкзак. Как назло говорю. Вот патроны кончились. Сейчас по-любому пойдут зомбари с рюкзаками. Тапки запасные. Но они мне не нужны. У меня скорняк есть. Если я эти немножко изношу. Вот уже местные жители показались. Я их просто починю и все. Что-то пока что как-то Ольша нас встречает довольно пустынно. Одни его на зомбаре ходят и все. Штаны пустые. Так, что это? А, очки. Кайф. Ну ладно. Пожелайте Димке удачи. Может быть ему повезет. И он найдет что-нибудь интересненькое. Аллилуйя. Аллилуйя. Господи. Мы нашли. Мы это сделали. Вы прикиньте? Мы нашли. Мы нашли сраный мешок. Ну не в смысле сраный мешок, в который делают это дело. А то, что это мешок мы с вами не могли найти. Целых шесть, мать его, серий. И я теперь на самом деле в сомнениях. Делать мне сразу рюкзак. Или подождать. Просто у меня теперь слотов полно. То, что я нашел разгрузку. То я там маленько задание поздавал. У меня теперь есть свободные слоты. И я не хочу торопиться. Потому что из мешковины можно приготовить себе гили-костюм. Который будет тебя дополнительно согревать. Конечно не знаю, есть ли в нем смысл. Потому что мы вроде как и так не замерзаем. Но с другой стороны, лишнее утепление никогда не бывает лишним. Потому что ну всякие метель, ночь. Кто знает, где нас застанет Дейс в данный момент. Вдруг понадобится дополнительное утепление. А у нас оно будет. Я поэтому пока что наверное не буду его крафтить. Потому что скрафтить мы его успеем в любой момент. Веревка есть, мешок есть. Заруинить нам у нас вряд ли заруинит кто-то через вещи. Если только нас прям завалят. Поэтому давайте просто подождем. Вдруг повезет. Вдруг найдем что-то повместительнее. Ну или не вместительнее. Просто хотя бы рюкзак. А это оставим уже на будущее. На крафт каких-нибудь шмоток. Почему собственно говоря и нет. Блин. Смотрите какой красавец. Кольца, рисунком. Теперь я жалею, что тот наш ангел-хранитель. Который спас нас от верной смерти. Забрал у меня магазинчик. И вон там заодно ходит зомбарь. Ползает точнее зомбарь. С рюкзаком. Как я вам и говорил. Закон подлости в Дейзе работает просто на все 100%. Сейчас бы найти каких-нибудь патрончиков. Шмалють ей в затылок пока она ползает. И забрать у нее рюкзачок. Что-то как-то у меня по углам все равно темновато. Не знаю как у вас. Видно, не видно. Но у меня прям темно. Вырви глаз. Ух ты, какая куртка. У нас-то вроде точно такая же, да? На 49 золотов. Ну-ка, как ты выглядишь? Давайте поменяемся что-ли. Только в руках. А то на всякий случай вдруг пропадет. Ну, такой, знаете, обычный пуховик. Нет, наша покруче выглядит. Давайте мы ее с собой возьмем. Найдем какого-нибудь кипаря. Отдадим ему этот пуховичок. И уже, знаете, хоть по чуть-чуть будем закрывать свои долги перед людьми на этом сервере. А то нам люди помогают. А мы еще никому не помогли. Что-то как-то не спортивно. Не хочу уходить в должниках. Хочу тоже немножко людям помогать, грубо говоря. Хотя бы вот такими теплыми и вместительными вещами. Боже, вот это поселок. Вы прикиньте. И алкогольная настойка. И еще один мешок. Офигеть. Скрафтить. Или может быть тоже его оставить пока. Пока есть слоты, давайте оставим. Боже, какой ты Диман хомяк. Это жесть, а. Я, короче, могу скрафтить себе водяру. Могу сдать квест на большую кастрюлю. Ну, если, конечно, еще бутылок найду. Там еще бутылки нужны. Это сволочь ползающая. Не дает пробраться мне в дом. Вот она ходит здесь. Вот ее бы убить. И у меня был бы рюкзак. И не надо было бы тратить мешковину. Мешковину бы оставили лучше на крафт каких-нибудь себе теплых шмоток. Модных, красивых, интересных. Так-то, конечно, у нас кончатся слоты. Я сразу скрафчу себе рюкзак. Слушай, еще и пожрать нашли. Вообще, деревня просто себя отработала на 100%. Рюкзак нашли. Теплую куртку нашли. Огнестрел, пускай без патронов, нашли. Блин, пожрать даже нашли. Колонка здесь есть, чтобы пописать. Вот, пожалуйста, еще фанту я себе нашел. По-моему, поселок вообще себя оправдал просто на 200%. Вот абсолютно. Ты погляди, здесь еще и штанищи лежат. Офигеть. Просто офигеть. И куртка, и штаны, и рюкзак тебе сразу. И пожрать. И пострелять. Почему я раньше сюда не ходил? Я как хотел в начале сезона уходить на север, так и надо было делать, потому что я смотрю, здесь лут-то пожирнее, погуще, поинтереснее. Конечно, если за мной придет какая-нибудь кепочка в эту Ольшу, она скажет, что здесь лута никакого нет, какого хрена, все собрано. А я-то делаю все это из лучших побеждений, чтобы при встрече кепочке какой-нибудь помочь. Прикиньте, человек, как обрадуется ему. Шмотки теплые сразу. И штаны, и куртки, в которых по 40 с лишним слотов. Он такой офигеет, сразу тепло из себя наденет. Ему сразу будет тепло, хорошо, уютно. Он скажет спасибо, и довольный побежит дальше выживать. На самом деле, здесь остается уже буквально пара домиков, и на сервер опускается ночь. Я где-то слышу на фоне корову, но я боюсь, что до ночи я не успею до этой сволочи добраться. А в темноте ее искать что-то как-то не хочется. У меня ни фонарика, ни фаера никакого нету. Поэтому особо светить мне нечем и некуда. Ну, последний дом нас ничем не порадовал, к сожалению, да? Да, пустота. Ну, и до этого мы с вами в этом поселке нашли очень-очень много. Еще я слышу где-то курица кудахчет, петух. Ой-ой. Падла. Падла капюшонная спалила нас. Давайте попробуем ее в доме закрыть. Хотя, с другой стороны, опускаются сумерки уже, и я боюсь, что я сейчас петуха этого просто-напросто не найду. Нужно ботинки подлатать. Да и ночью, я думаю, лучше в этом же доме переждать. То, что вон тут диванчик есть, можно бы расположиться, чтобы спинку распрямить. Знаете, вот Березино, тоже стартовый город. Светлоярск, тоже стартовый город. Но вот в Светлоярск мне почему-то сходить хочется. Березино уже настолько сидит в печенках, что вот прям вот по берегу пробежался, и все, ушел оттуда. Но вот в Светлоярск я каждый раз, как прохожу мимо этого города, я захожу сюда с улыбкой, с радостью. Я не знаю, почему у меня такое ощущение, но Светлоярск вот я прям всем сердцем и душой люблю. Так, зомбарь ходит. Я хотел машинки на заправке посмотреть, а там что-то уже очередь какая-то на заправку. Все, видимо, приехали. Бензиновый кризис за бензином. В очереди стоят, ждут, пока он пойдет. Офигеть. Слушайте, если на заправке, где там один сраненький домик, парочка машин, столько зомбированных ходит, что же нас ждет в городе? Просто офигеть. Иногда я в шоке с того количества зомбарей, которые есть в разных местах. Так, я что-то не пойму, где у нас солнце стоит. Это у нас что, закат, рассвет? Солнце на юге. Это же юг. Странное, короче, солнце. Ну, ладно, пускай. Пускай будет так, как есть. Что нам с вами сейчас нужно найти в Светлоярске? Я бы хотел найти себе. Пожрать. Пострелять. Что-нибудь поносить. Посмотреть. Ну и так. Просто проверить, что здесь за лут. Как здесь вообще люди поживают. Может быть, с кем-то поболтать, пообщаться, встретиться. С каким-нибудь выжившим. Ну и, если этот выживший новичок, конечно же, одеть ее в те самые теплые вещи, которые мы сейчас с вами таскаем. Специально для такого случая, чтобы отдать, скажем так, первый должок. Ну а что из нашего списка получится реализовать, мы с вами сейчас и узнаем. Что я вам хочу сказать. Очень не зря то, что я не выкинул консервный нож. Потому что теперь мы с вами эти бобы откроем на 100%. Меня тут ползающая женщина загнала в дом. Но я нисколько об этом не жалею. Потому что я здесь нашел тушеные бобы. А благодаря тому, что у нас есть консервный нож, мы с вами получим 100% еды с этой банки. Это здорово, на самом деле. Особенно если учитывать, что сейчас зомби-апокалипсис. Нужно кушать, нужно поддерживать свое тело и организм в хорошем состоянии. А целая банка бобов, не испортившаяся, свежая, вкусненькая. В этом нам поможет как ничто другое. Пока что полуту особо не густо. Нашел вот я, грубо говоря, вот эту вот единственную банку консервов. И еще мне посчастливилось найти нож кухонный. Он, конечно, в угашенном состоянии. Но, как вы помните, у нас с вами просто дохренион точилок. Поэтому я особо за это его состояние не переживаю. Мы его заточим, сунем в ботинок. И будет нам счастье, потому что у нас будет занимать 3 слота в ботинке. Вот в этом вот. Опа! А нож для стейка мы так же, как и серп, израсходуем с вами в нулину. На всякие нужды, которые могут возникнуть у нас по требованию. Так, ты не надо вскрываться. А почему я рубашку медика порезать не могу? Видимо, она нерезабельная, да? А порвать? А порвать могу. Она нерезабельная, но рвабельная. Да ладно. Вы что, издеваетесь, что ли? Вот это, да. Сгущенка. Целая, мать его, банка. Диман, да у тебя сейчас слипнется же. Это я буквально в соседний дом перешел. То есть, понимаете, до этого можно было пролутать. Здесь несколько городов и не найти ни одной консервы. А здесь, в двух соседних домах, две банки консервированной еды. Которая, кстати, нас очень сильно сушит. Ну, естественно. Банку сгущенки съесть, еще быть, а не сушила. Но тут есть колонка, в которую мы с вами сможем налить воды. Ползающая женщина от нас так отставать и не хочет. Ну, будем надеяться, что она нас не догонит. Так, спокойно. Кастрюлька. Это хорошо. Кастрюлька это не сковорода. Кастрюлька нам слоты немножко экономит. Давайте вот сейчас мы запихнем сюда штаны. И у нас есть еще там четыре слота, грубо говоря, чтобы туда что-то засунуть. Даже больше. О, у нас тут вообще сколько всего влезло. Кайф же, кайф. Можно было бы оставить какой-нибудь кепочке, которая сюда придет за этой кастрюлей. Но, с другой стороны, мне-то она тоже нужна. А кепка, может быть, кастрюльку эту не найдет. Кастрюля пропадет и все. А так она в деле используется и нужна. Блин, вот чего я не ожидал от этой зомбированной женщины. То, что она будет работать с упреждением. Я попытался выйти из двери, а эта сволочь была прямо за дверью. Я сразу же закрыл дверь, но она успела мне садануть. И у меня выскочила клякса. Я так понимаю, что у меня первая стадия зомби-вируса. И мне теперь нельзя пропускать удары от зомби. А то у меня все заново будет развиваться, все расти. У меня симптомов вроде бы больше никаких толка нет. Вон она ползает, сволочь, эдакая. Ну да, вон, видите, у меня потемнение в глазах. Брызги кровавые, непонятно откуда. Сволочь, эдакая. Вот, ну, не ожидал я, представляете? Я просто уже хотел уходить. Она хрипела где-то в стороне. А она оказалась, короче, прямо под дверью. Я вышел, наступил ей на лицо, и она меня в этот момент за пятку укусила. Сволочь, эдакая. Ух ты, петух. Кстати говоря, а это кости. А это крючки. А это рыба. А это выполненное задание. А это иш с патронами, с магазином. Вот это у меня логическая цепочка, да? То есть, то, что там есть петух, это значит, что у меня будет огнестрел. Хе-хе, жесть. Нифига себе, я не в тот район зашел. Офигеть, вы видали, сколько их там? Вышел тут на площадь. Чисто это, городской приехал в деревню. Давайте, наверное, пока что посидим в домике. Попьем немножко воды, свежей, ключевой, из фляги. А вообще, давайте, наверное, поднимемся наверх. Чтобы вы оценили весь масштаб того шока, который я испытал, когда вышел из дома. Там на этой площади ходил с десяток зомбарей. Вот реально, я вам отвечаю. Вон пять-шесть. За сараем там еще ходит. За ларек зашли, за памятником есть. Просто офигеть. Просто вышел на площадь, а там десять зомбей. Добрый вечер. А вот это вот просто бомбическая находка. Целых три патрона на наш мелкашный пистолет. Это же здорово. Теперь Диман становится снова чуть-чуть вооруженным и опасным. Ну, для зомбированных, естественно. Для людей мы с вами опасными не становимся. Нашел я тут себе хорошие тактические перчатки. Ну, я их нашел в хреновом состоянии, починил. У меня, благо, и есть чем их чинить. И давайте заодно починим наши ботинки. Потому что они уже давно в повреденном состоянии. Я их чинил уже пару раз, не обращайте внимания. Но на всякий случай давайте лучше их починим. Мне кажется, тактические перчатки лучше греют, чем рабочие. Но рабочие я тоже выкидывать не стал. Не потому, что я их хочу использовать как-то для своей выгоды. Я их также оставлю для того, чтобы встречной кепочке их отдать. То есть, понимаете, у меня уже прям набор готов. Штаны, куртка, перчатка. Если еще шапку-ушанку отдать и маску на лицо, ну прям вообще будет полностью залутанный пацан. И уже даже кепочка его не назовешь. Прям будет такой. Залутыш уже готовый. Ну, остается только его встретить, как говорится. Йо-хо-хо и бутылка рома, как сказал бы любой пират, когда нашел такой флаг. А теперь свистать всех наверх. Ну, то есть, подняться на крышу. В домике я тут смог еще найти одну таблеточку угля активированного. И, знаете, их так мало попадается, что я даже боюсь представить, сколько угля надо, чтобы заправить фильтр. И какой там будет расход. И будет ли здесь вообще фильтр. И как он вообще выглядит. Я не знаю. Потихонечку мы с вами находим строительный лут. У нас с вами есть 16 гвоздей. Плюс флаг. Ну, такой себе, конечно, строительный лут. Ладно, гвозди. Они нам еще пригодятся. Ну, вот флаг. Я не думаю, что я смогу построить базу, которая просуществует дольше, чем 45 дней. Че это? Патроны на дробовик. Один. Один патрон. Жесть. Но флаг пока что взял. Потому что, ну, вдруг получится с кем-то поменяться. Блин, ружье бы сейчас найти уже. Семь патронов было бы. Слушайте, а здесь пока что спокойно. Зомбированных не видать. Выживших тоже не видать. Это хорошо. Это наш шанс здесь все подлутать. Все сливки, так сказать, собрать. А в той стороне вон ходит порядочное количество зомбированных. Нам еще в больницу с вами сходить надо. Ой. У нас еще полгорода непролутанных осталось. А солнце как висело на одном месте, так и висит. То ли оно сломалось, то ли я что не понимаю. Какое-то это это. Зимнее солнцестояние. Опа. Я нашел плюшевую копилку. Вы посмотрите, какие здесь всякие разные фигни. Так, это кто-то там из семейства Романовых, по-моему. Я вот только незачем бумажка здесь нужна. Ну, давайте пока что возьмем. Вдруг она тоже ценность какую-то имеет. Теперь у Димана еще и деньги есть. Мало того, что у него есть пиратский флаг. У него теперь есть пиратский дублон какой-то. Блин, дяденька там ходит. Я хотел в тот дом сходить. Если уж в этом был медведь, то в том мог быть и берлога с медом. Ну, ладно. Раз он там ходит, давайте мы его обойдем. Будем идти в порт. Блин, а я там, наверное, не пройду, да? Я все-таки банку сгущенки съел. Ну, да. Отожрал жопу, а теперь не пролазишь. На берегу у нас тут КПП, контейнера. Давайте где-нибудь мне попадется противогаз. Ну, хоть чтобы просто посмотреть, потрогать его, как он из себя выглядит, что он из себя представляет. Нацепить его на морду, натянуть эту резину, чтобы почувствовать, что вот оно. Вот ты его нашел. Вот ты его добыл. А тебе вместо этого, короче, дают хрен. Там вообще ничего нету. Ну, может быть, хоть в контейнерах что-то будет. О, крючок. Слушайте, а крючок можно заточить или нет? Нет, напильником крючок заточить нельзя, жалко. Если бы крючок можно было как-то подремонтировать, было бы прикольно. Но, к сожалению, нельзя. Поэтому будем ловить рыбу на сильно поврежденный крючок. Ничего страшного. Других-то у нас все равно нет. Ну, там вроде как пусто. Там зомбарь близко, не хочу подходить. Блин, и в вагонах тоже хотел сходить, но там зомби и много. Ладно, оставим на потом. Потому что нам сюда потом возвращаться, к скалам этим, чтобы квест сделать. А сейчас давайте сходим в другую сторону. Попробуем пробраться в сторону больницы. Попытаем счастье там. Вдруг какие медикаменты найдем? Офигеть, вы прикиньте, что? 11 патронов. Это на самом деле очень много. А еще я встретил зомбиху с рюкзаком. И я хочу этот рюкзак. И у меня есть патроны в пистолете. Так, идем за мной. Я вот только не подготовил здание, в котором я буду ее убивать. Но здесь рядом есть вагончики. Давайте попробуем на вагон залезть. И с вагона ее уже принять. Тоже хорошее место. Так, давай залазь. Да какого хрена? Залазь сказал. Дурак, сожрут же. И так болеешь. Впору уже самому пустырник пить, а не Димке. Ну ты где, женщина? Она в обход, шуль, пошла? А вот она. Красота. Одна пулька не цена за рюкзак. Так, маска на лице, перчатки на руках. Давайте обыщем эту женщину, пока она тепленькая. Отлично. Да, он, конечно, сильно поврежденный. Но нас это не останавливает, потому что у нас с вами есть что? Есть швейный набор для скорняка. Так, а что это было? Скрафтить гермомешок. Залатать. Будем знать. Короче, из марлинов делается гермомешки. Интересно. Ну тоже своеобразный, грубо говоря, крафт. Чтобы какие-то схроны делать, я так понимаю. Надо запомнить. Потому что я видел у людей рюкзаки, на которые можно повесить гермомешки. Здорово, на самом деле. А я-то думаю, что они нигде не попадаются. Офигеть. Смотрите. В открытом мире я в доме нашел шиповник. Серьезно? Я думал зимой его нигде не добыть. Офигеть. Ну да ладно. Мы с вами продвигаемся в сторону больнички. Не знаю я, что нас там ждет. Медикаменты или еще какая хрень. Я буду надеяться, что медикаменты. И я хочу у вас попросить прощения за свой голос. Я не знаю, услышали вы или не услышали. Но я сейчас немножко побаливаю. И горло мое находится не в самом хорошем состоянии. Смотрите-ка, еще одни тактические перчатки. Но мы их использовать будем, чтобы обыскивать помойки. Заруинем, выкинем и хрен с ними, как говорится. Не буду я на них тратить свою швейку. Потому что она мне еще может пригодиться. В будущем. А перчаток у меня и так есть и запасные, и чем починить. А запасные еще одни лишние перчатки мне уже не нужны. Прикиньте, тестер. Никогда бы не подумал, что я буду так радоваться простому тестеру. Но тестер нам сейчас очень нужен. Давайте быстренько включим сообщение. И проверимся, чтобы уже удостовериться в том, чем мы с вами болеем. Так, иммунитет достойный, патогены интоксикации, вирус Z. Патогены интоксикации. А это что, в связи с чем? Давайте уголька закинем. Потому что вроде как уголь должен в этом случае помогать. Ну, будем надеяться, что он в этом плане работает. А то так сожрали, просто так. И все. Давайте снова отключим сообщение. Потому что я не хочу видеть, кто там покупает, продает арбалеты. Мне оно ни к чему. Пока что, во всяком случае. В больнице не было вообще ничего. Вот только в соседнем доме я смог найти тестер. И то хорошо. Я вот еще думаю в полицейский участок сбегать. Попытать счастье там. Может быть какие-нибудь патронки найдутся. Еще на наш на МК-2. А может быть какой-то ствол. Под наши патроны. Какая-нибудь Ксюха. Чем черт не шутит? Вряд ли, конечно. Но все же проверить надо. Ха! Вот это везение. В соседнем доме нашел магазин. От Спортера. С патронами. Кайф. Теперь у нас с вами в обоим будет уже получается 5 патрончиков. Это на целых 5 зомбей. Если, конечно, они будут не дедами. Если они будут без головных уборов. И если Димка не будет мазать. Если все эти факторы сойдутся. Тогда, конечно, и одного зомбаря не убьем. А сейчас просто миссия невыполнима. Курица. Мне нужны с нее кости. Давайте убьем ее. Потому что гоняться за ней. Такое себе. В полицейском участке я, короче, полазил. Не было там вообще ни хрена. Вообще нигде больше ни хрена ничего не было. Давайте убьем ее. Потому что она меня раздражает. Очень долго ее нужно будет обходить. Сейчас быстренько разделаем эту петушару. Пока там капюшончик отошел. Только я не знаю. Наверное, лучше разорвать руками. Потому что при разрывании руками падает три косточки. А когда ножом разделаешь, падает два куска филе. Но и косточки всего две. Не знаю, чем это обусловлено. Быстрее. Быстрее, Димон. Так, вот три кости. Хорошо. И в дом. И в дом. Нет, не в дом. Давайте обойдем. Рискнем. Обойдем. Жесть, короче. Да что ж ты будешь делать, а? Опять огнестрел. Опять не под мой калибр. Давайте возьмем. Вдруг где-то нам попадутся патроны. Все-таки калибр такой распространенный. Вагончики тоже нифига не радуют. В городе луту было прям хорошо. Добротно. А вот уже как-то под конец что-то все подкачало. Больше половины зданий пустые. В вагонах вообще ни хрена ничего толком нету. Да что ж с тобой такое, а? Чуть там такое лежит. Набор электрика. Ну что ж, задание до сих пор не выполнено. Но светлоярск мы с вами залутали. Теперь давайте будем отправляться уже вглубь. Какая красота, а? Вглубь этих скал. Будем искать ту заветную точечку Ж, которая нас приведет к счастью. Я тут еще нашел рождественские огоньки. Взял на всякий случай. Дома будем строить себе убежище. Когда повесим, светится будет красота. Ну а если что, выкинем их без какой-либо жалости и сожалению. Слушайте, ну неплохо мы с вами забежали в светлоярск. Пожрали. Патронов нашли. Каких-то вещей нашли. Ну вообще в целом прям хорошо и добротно забежали в город. Да, конечно, кепочка, которая после этого заспавнится, побежит в город, скажет, что лута в городе вообще никакого нет. Но мы-то с вами знаем, что лут там есть. Просто нужно уметь искать. Еще, кстати, рюкзак мы с вами здесь могли добыть большой, вместительный, удобный. Диман теперь вообще стопроцентный за лутыш. Ну что ж, давайте, наверное, будем на этом заканчивать. И так наболтали уже. Блин, хотел в вагончик спуститься. А там что-то как-то зомбированных много. Может, у второй получится. А, нет, и там ползущий подранок на рельсах лежит. Ладно, тогда на этом все. Спасибо, что вы были со мной. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами был Редхар. Надеюсь, скоро увидимся. Всем пока. Не болейте.